Хе-хей, всем привет, чуваки, с вами снова Бэймби, и сегодня у нас прохождение второй миссии компании Operation Rising Squall. В брифинге миссии сказано, что одна из химических фабрик кальцита находится под атакой повстанцев. Сначала кальцит попытался запросить помощь у местных городов-государств, но им было отказано. После чего запрос был отправлен уже частному охранному предприятию BP, но в итоге, когда прибыли наземные силы охраны, ситуация еще больше осложнилась. Из-за чего командующий отправил звенья Aegis Spear для осуществления непосредственной авиационной поддержки наземных сил. Этим мы и займемся сегодня, будем оказывать поддержку наземным силам по необходимости. Так что задача второй миссии это дозаправка, потом полет в район первого ППМ, после чего ожидаем запроса на авиационную поддержку. Ну и действуем согласно полученным запросам. Так, давайте покажу вам все страницы в брифинге. Фабрика кальцита, вид сверху, и давайте поехали. Тексика, это Aegis 3, запрашиваю дозаправку. Да, если что, дозаправку не я произвожу в данный момент автоматическое управление, так что я могу только башкой крутить. Танкер мне подход разрешил, по-прежнему работает автоматическое управление, я ничего не делаю. Так, прикольно. Немного вверх, говорит топливозаправщик. Держи ровнее. Высота в порядке, направление в порядке. Осторожно, осторожно. Шпок, контакт, ты получаешь топливо. О, зацените. А слева от меня Aegis 1 дозаправляется. Держи ровнее. Ну, от меня тут ничего не зависит, поскольку, как я уже говорил, только башкой крутить могу. Вообще, этот эпизод с танкером, я могу понять, для чего тут присутствует, поскольку авторам компании явно хотелось показать дозаправку, но сам процесс очень сложный. А главная фишка компании, это дружелюбность к новичкам, поэтому дозаправка и показана в таком автоматическом режиме, когда тебе ничего делать не нужно. Вообще, если бы дозаправку надо было производить вручную, то, как мне кажется, довольно много новичков бы не прошли эту миссию и забросили бы прохождение компании. А это не то, что нужно создателям, как я понял. Все это здорово, конечно, но управление-то мне отдадут сегодня или нет? Алло. Уже три минуты прошло, если не больше. А за меня до сих пор бот управляет. Иджис-1, это Иджис-3, занимаю строй. О, отдали мне управление, наконец-то. Иджис-1 говорит, Бишоп, звено Иджис завершило дозаправку и приближается к цели. Командующий говорит, звено Иджис, это Бишоп. Вы уже успешно предотвратили множество атак повстанцев на собственность энергетических корпораций. Я горжусь тем, какую работу вы проделали, и в качестве награды Би-Би решили дать вам задачу по нанесению удара и ожидают от вас блестящих результатов. Интересно у них понятие о награде, ну да ладно. Нам говорят, что задача миссии в том, чтобы защитить топливоперерабатывающий завод кальцита, и что завод несколько дней назад был атакован повстанцами с легким вооружением. Но теперь повстанцы перегруппировались и притащили с собой тяжелое вооружение и даже бронетехнику. Силы самообороны ближайшего города отказались помогать кальциту с защитой, поэтому кальцит снова просит нас о помощи с охраной, так что наша задача заключается в том, чтобы помочь союзным наземным силам с защитой завода. ИДИС-1 понял, направляюсь на первый ППМ. Это СПИР-1, мы вам поможем, начинаем патрулирование. Вон они прямо по курсу. ИДИС-2 говорит, наконец-то долгожданный полет вчетвером. ИДИС-2, хватит восторгаться, ты можешь радоваться чему угодно, но после боя. А сейчас сфокусируйся на задании. Это называется обучение радиопереговорам для Астерия-Сигару. Не используй позывные в открытых каналах и сосредоточься на полете ИДИС-2. Я знаю, упертый мистер ИДИС-1. Ну и многозначительное молчание в эфире от ИДИС-4. Главный герой говорит, да, кстати, среда обитания на юге Стар Юниона так себе. В этом месте едва можно жить. Вся зона — это огромная пустыня, по которой раскидываны города-государства. Стар Юнион богат ископаемыми ресурсами, и эти ресурсы изменили ландшафт в какой-то мере. Песчаные бури в этих пустынях стали лучшим укрытием для повстанцев. Так, надо трекер пока поправить. Отлично. ИДИС-4 говорит, активность подстанцев никогда не завершится, пока энергетические корпорации продолжают работать в регионе Стар Юнион. ИДИС-1 говорит, ковбой, это звено ИДИС-4 ФА-18С, 15 миль к западу от опорной точки. Вооружение ракеты ИДИС-65Е, бомбы СБЮ-99 и неуправляемые авиационные ракеты. Время работы — 30 минут. Вот, ожидаем целеуказания. ИДИС, это ковбой-1, слава богу, что вы здесь. Ожидайте. Просто, чтобы вы понимали, ковбой говорит с натуральным ковбойским акцентом. Блин, как же это эпично. Да, он тут, если что, сказал, что цель повстанцев — не уничтожить завод, а захватить его. Ковбой говорит, что на них наступает большое число врагов, включая танки и БТРы. Несколько повстанцев несли по ЗРК. И наша задача заключается в том, чтобы ослабить вражеское наступление ударами с воздуха. Цели будут помечены красным дымом. Так, мы определим, кого нужно атаковать. ЭДИС-1 принял. Мы ждем ваших инструкций и обеспечим авиационную поддержку. Блин, эти боты, то они на форсаже вперед шпарят, то тормозить начинают вдруг. Я вот аж вперед просвистел. Внимание всем, это Бишоп. Согласно данным разведки, враги увеличили свою активность. И мы думаем, что они готовятся к атаке. Всем приготовиться к осуществлению авиационной поддержки. Ну, я готов уже. Надо только потом главный не забыть включить. Хе-хе. Как уже буду на атаку заходить. Это КАВВ-1. Мы под обстрелом. Враги атакуют с юго-востока. КАВВ-1. Запрашиваю срочную авиационную поддержку. Мы дадим вам целеуказание через 20 секунд. КАВВ-1. КАВВ-1. Готов к получению целеуказания. Ковбой дает целеуказание Я вам дам его голос послушать Айджис 1 принял Азимут 91, 2 мили, группа пехоты, красный дым Отходить на запад Внимание, союзные силы в опасной близости ПЗРК и ствольная система ПВО в зоне Следите за высотой Курс для атаки от 60 до 110 Звено Иджис, разворачиваемся на цель Иджис 2, следуй за мной и атакуй вражескую бронетехнику Иджис 3, Иджис 4, сосредоточьтесь на пехоте Иджис 2, поняла, давай приступим Эй, новичок, будь осторожен и не пикируй слишком быстро Следи за своей воздушной скоростью Иджис 3, понял Кстати, я уже был на множестве миссий Я больше не новичок Иджис 4, захожу на цель Иджис, огонь разрешен, повторяю, огонь разрешен Цели обозначены, союзные силы ведут огонь по врагам И да, если что, пехоту я сейчас буду искать при помощи прицельного контейнера Как еще я ее разгляжу, интересно знать Правда, пока кроме облаков я ничего и не вижу Давайте спущусь чуть-чуть пониже И гляну, где там вообще пехота находится И где красный дым, который врагов должен обозначить Вот теперь красный дым я вижу Давайте направляю туда прицельный контейнер Ведомый говорит, Иджис 3, красный дым Юго-восточный угол завода Большая группа солдат Вижу Иджис 2, Иджису 3 Не забывай, что враги имеют противовоздушное вооружение Так что заходи как можно быстрее в атаку И также быстро отходи Не оставайся в зоне цели надолго И не забывай смотреть по сторонам Не ради меня, а чтобы видеть шлейф приближающейся ракеты Хорошо Ну как минимум я в прицельный контейнер Уже вижу движущийся тарантас И кучу пехоты рядом с ним Давайте по нему и отработаем Да, кстати, работать я на армии буду Поскольку я совершенно не собираюсь кидаться бомбами По каким-то одиночным подвижным целям Эджис 2, вражеский танк уничтожен Да, первая пара по бронетехнике работает Эджис 1 тоже технику уничтожил Вон по мне огонь ведут справа Я только что трассеры заметил Давайте быстро отстреляюсь и быстро отойду Как мне и сказали Эджис 3, по тебе пуск Отстреливай ЛТЦ, ЛТЦ Отстреливаю Зато я группу пехоты на армии очень хорошо накрыл Что от меня и требовалось Я так понимаю, я недостаточно много целей уничтожил И мне нужно продублировать атаку Да что тут трассеры летают мимо меня снова Ага, вон вижу, Тарантас катится Давайте я сейчас по нему отстреляюсь Чтобы это не было Так, пуск разрешен Пуск Дал очередь Накрыл Вон еще несколько пехотинцев забрал Враг отступает Отличная работа Вот теперь достаточно целей забрал Главный герой говорит У врагов, похоже, слишком низкая мораль Они прекратили атаку после небольших потерь Будь осторожен, Эджис 3 Я не думаю, что ураги сдадутся так легко Эджис 3 Отличная работа, да Ты мне нравишься в какой-то мере Говорит нам Эджис 2 Этих повстанцев нужно наказать за их действия Они заслужили это У новичка есть воля сражаться Это хорошо Это отлично Эджис 1 говорит Не будь слишком эмоциональным в бою Будь кладнокровным Эджис 2, хватит болтовни Иначе я подам заявку на уменьшение твоей зарплаты После этой миссии Я боюсь, что это угроза слишком низкого уровня для меня Мистер Эджис 1 Ну да, у них все-таки частная компания И это в принципе видно Как сотрудники между собой общаются О, колбой нам говорит, что Новую цель пометил красным дымом И запрашивает поддержку с воздуха Эджис 1 принял Время прибытия 1 минута Зину Эджис Давайте устроим им Ну вот Второй красный дым я наблюдаю Давайте так же гляну прицельным контейнером Что там интересного вообще есть в зоне Вот группу тарантасов наблюдаю Вот Вижу пехоту Рядом с грузовичком Давайте, может, его и проатакуем тогда Почему бы и нет, собственно Как раз при взрыве грузовика И пехоту должна забрать Как мне кажется Захожу в пикирование Ох, блин, как сильно левый монитор у меня засвечен солнцем Пикирую Воздушный тормоз не лишним, кстати, выпустить будет В пикировании Чтобы не разгоняться Пуск разрешен Пуск Запулил по цели сразу пачку наров И неплохо так накрыл на самом деле Первая пара там вовсю развлекается Я погляжу Вражеские силы в хаосе Они перестали атаковать Пока я новый заход выстраивал Союзники уже добрали оставшиеся цели Ну и ладно Главный герой говорит Отлично Это будет мощным ударом по повстанцам Иджис-1 говорит Ситуация складывается в нашу пользу У нас есть превосходство в воздухе И как они потеряют тяжелую технику Они отступят и будут ждать другого дня для атаки О, очередное целеуказание от Ковбоя Говорит, что враги начали новую атаку И цель, как обычно, красным дымом отмечена Ну что ж, давайте приступим Айджис, еще одна цель Хм, то есть сразу две группы врагов нападают И это их финальная атака Пожалуйста, окажите поддержку Окажем Айджис-1 говорит, Айджис-2 следуй за мной И атакуй броницели Иджис-3, Иджис-4 Держите вражескую пехоту занятой Иджис-2 говорит, серьезно? Они дадут нам хоть немного отдохнуть Они что, до сих пор пытаются атаковать? Они не боятся смерти? Эта земля Стар-Юниона превратила их в бешеных зверей Которые будут кусать всех чужаков Почему они не помогают городам-государствам строить лучшую страну И вместо этого несут насилие и жестокость повсюду? Ха, если бы они могли объединиться Эта земля бы не называлась Стар-Юнион Хорош болтать звено, Иджис Атакуем Иджис-3, не смотри подолгу в свой Илс Выходи из атаки настолько быстро, насколько возможно И смотри по сторонам Я заметила, что у мятежников есть ПЗРК И они при пуске никак не отображаются на СПО Так что будь осторожным Иджис-1 со своим пуском вклинился Хмм Иджис-3, миссайл, миссайл Опять пуск? Что творится, блин? Какой ужас Но это не по мне в этот раз Давайте быстренько отработаю И выйду уже из атаки Поскольку рядом с ПЗРК мне и правда не хочется Подолгу летать Тормозной щиток выпустил Пуск на упреждение на армии О, как Враги на северо-западном углу Отступает И-ха Ковбой там отжигает, блин, в эфире Да что ж ты будешь делать? Как страшно тут летать Ё-моё ПЗРКшники повстанцев Триггерятся на любой самолет Что рядом с ними пролетает Так что в этой миссии Действительно стоит По сторонам смотреть внимательно Иначе ракету словишь Если ПЗРКшник Именно на тебя триггернуться решит Так что я понемногу ЛТЦ отстреливаю На всякий случай Чтобы ему сложнее было У меня прицелиться Так, что это за пальба Прямо по курсу Какая-то вражеская бронемашина Ведет стрельбу По нашим замечательным союзникам Сейчас мы и стрелялку-то обломаем Хе-хе Опять же на упреждение О, накрыл, накрыл Отлично Вражеская атака была остановлена Отличная работа Ковбой там восторгается Отлично исполнено Звено ИДЖИС Вражеские силы Начинают отступать Подождите-ка Силы самообороны Ближайшего города Начинают обстреливать Из минометов Отступающих повстанцев Вот ведь засранцы Ждали до последнего Пока мы тут разберемся И только В самом финале Решили вмешаться Да уж Действия армии Городов-государств Такие непостоянные Ну это типичные Города-государства Они никогда не вмешаются Если не будут уверены В победе И что они даже с повстанцами Торгуют Помните те дроны С прошлого раза Торгуют И не только вооружением Но и энергетическими ресурсами А также жизненно необходимыми Припасами Торговать можно много чем И эта земля наполнена Таким хаосом Который ты даже себе Представить не можешь Повстанцы Это слишком упрощено Здесь много Организаций Стар Юнионе Они живут Сражаются И торгуют Друг с другом Эта связь Очень мрачная И сложная Ты никогда этого Не поймешь Если ты тут не жил Парни Мы заметили Что повстанцы Начинают отступать Похоже Что они понесли Серьезные потери Сегодня Миссия выполнена Готовьтесь Возвращаться На базу Вот вам Небольшая мудрость Лучше жить Чем умереть Даже для тех Террористов Смотрите Звено Спирт До сих пор Атакует Отступающих Врагов Разве Нам нужно Преследовать Отступающего Неприятеля Нет Нам разрешено Только ограниченное Военное вмешательство Возможно Звено Спирт Просто Перенервничало Такое часто Случается С новичками Я удивлена Что с вами Такого не происходит Я думаю Что их поведение Выходит За рамки Допустимой Самообороны А что насчет Командующего Разве он не должен Отдать им Приказ Остановиться Я не слышал Бишопа С самого начала Операции Должно быть Он чем-то Другим занят И что нам Теперь делать Мы можем Возвращаться Ну если Командующий На связь не выходит То лидер звена Должен решение Принимать О А вот он и принял И Джесс-1 Говорит что Возвращаемся На базу Так что Миссия Выполнена Надеюсь Это видео Было кому-то Интересно И всем спасибо Всем до свидания Субтитры создавал DimaTorzok